Победа российских спортсменов на Олимпиаде вдохновила сотрудников НПО НТС. Золото в мужской биатлонной эстафете стало главным стимулом для проведения такого вида состязания в своей зимней спартакиаде. Мы проводим такие спартакиады три раза в год. У нас еще проводится летняя большая спартакиада и детская спартакиада, которая проводится 1 июня. Участники начали готовиться задолго до старта. Почти каждый день прокатывали трассу, пристреливались к мишеням. И вот настал тот самый волнительный момент. Борьба серьезная идет. И команда службы технического обеспечения сервисного центра пока вырвалась вперед. На втором месте на данном этапе приборостроительный завод и третий офис. Первый номер представлял команду офисных сотрудников. За спиной четвертого номера – команда приборостроительного завода. Знатоки делают большие ставки на седьмой номер. Николай Малышев борется за спортивную честь отделов технического и сервисного обслуживания. Когда-то Николай всерьез увлекался лыжными гонками. Навыки его не подвели. А вот на огневом рубеже он заставил поволноваться болельщиков. В стрельбе стоя лишь один промах. После второго круга прицеливаться, видимо, стало сложнее. Тяжелее после второго круга. Дыхание восстанавливать как профессиональный спортсмен не может. Поэтому тяжело было попасть. По правилам соревнований биатлонистам на каждую мишень выделили лишь три патрона. В случае неудачи они уходили на дополнительный круг. Это еще 300 метров. Преодолев дистанцию в 4 километра, участники соревнований передавали эстафету другому. Каждой команде по три спортсмена. Самая большая ответственность у тех, кто бежит последним. Кирилл Зюряев не подвел своих. Команду отделов технического и сервисного обслуживания. Несмотря на то, что ему недавно сняли гипс с ноги, он успешно прошел трассу. Я ногу сломал месяц назад и буквально позавчера снял гипс. Очень готовился до того, как ее сломал и надеялся до самого последнего дня, что выйду. И чтобы не повторить судьбу печально известного Евгения Плющенко, в последний момент не дисквалифицироваться, пришлось поработаться. Пока среди биатлонистов шла серьезная борьба за командную победу, другие сотрудники НПО НТС стартовали в одиночной гонке. На трассу вышли и мужчины, и женщины. И лишь за ними подрастающее поколение. Кто классическим, кто свободным стилем. Все без исключения дошли до финиша. Снег был липкий, но было легко. Азарт. Хочется выиграть. Без тренировок бегать нельзя, но тренироваться. Всегда наша компания отличалась таким позитивным духом, организацией таких прекрасных спортивных праздников, заботой о коллективе компании, различных социальных проектов. И в этом году мы на высокой, так скажем, наверное, ноте такой вот проводим вновь вот такие зимние мероприятия. Награды нашли своих героев. Каждому, кто показал хорошие результаты в индивидуальном и командном зачетах, руководство предприятия вручило денежное вознаграждение всем детям спортивной принадлежности. Уставшие, но довольные, после соревнований все дружно собрались за гостеприимным столом. Продолжение следует...